МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите что-то изменить в своей жизни? Начните с себя. Порой даже незначительные изменения, будь то новая стрижка или окраска волос, способны изменить вашу внешность до неузнаваемости. Ну, конечно же, зависит от того, кому вы доверите свой стиль. Мы продолжаем серию программ, посвященных красоте и уходе за собой. В предыдущий раз я рассказала, как найти хорошего мастера по перманентному макияжу. Сегодня готова поделиться опытом по выбору парикмахера-стилиста. В этом мне поможет ведущий топ-стилист и арт-директор салона красоты Людмила Роман. Наверное, всё-таки самый надёжный и популярный способ найти хорошего стилиста – сарафанное радио. Сложно всё-таки доверить своей внешности абсолютно незнакомым людям. Поэтому я всегда беру на вооружение советы подруг и знакомых. Ну, конечно же, но не забывайте. Обязательно нужно определить уровень тона волос, уровень тона цветотипа глаз, цветотип лица, чтобы подобрать. Обязательно нужно определить плотность волос, потому что на разную плотность по-разному абсолютно ложится краска. Конечно же, в первую очередь нужно обратиться к специалисту, который подберёт вам правильно цвет волос, подберёт вам ту стрижку непосредственно, которая вам подойдёт, которая будет носибельна, с которой можно будет сосуществовать какой-то период времени. Ни в коем случае не нужно оставаться у того стилиста или парикмахера, который делает вам, допустим, вот так вот. Отдаёт палитру цветов и даёт вам само, и перекладывает на вас ответственность выбирать цвет само. Это абсолютно неправильно. Даже если вы пальцем ткнёте в этот, то вам разведут этот оттенок. Не факт, что этот оттенок подойдёт, получится на ваших волосах. Иногда встаёт такая дилемма, когда девушки со слишком светлой кожей, белой славянки, красятся в чёрный цвет, с голубыми глазами, со светлыми бровями. Это абсолютная ошибка, это нельзя делать, потому что у них белое лицо, светлые глаза, светлые брови, и они получаются абсолютно белое лицо, вот как Эмма, да? Поэтому это ни в коем случае нельзя делать. И такая же история, когда девушки с более восточным типажом, вот такие большие красивые тёмные глаза, чёрные брови, и они начинают краиться в блонд, это тоже абсолютно смотрится некрасиво, некорректно. Роман, получается, абсолютно каждому клиенту должен быть индивидуальный подход? Абсолютно каждому человеку индивидуальный подход, и даже индивидуальный краситель, я могу вам сказать, потому что мы работаем с разрядом дорогих красителей, как бы это Америка, Франция, Италия, и не всегда тот краситель именно, который действительно хороший, подходит вам под кожу. Хорошо, а что бы вы посоветовали мне? Вам бы я посоветовал сделать комбинированный цвет из двух оттенков. Это горький шоколад и капучино-золотистые пряди. Немножко оттенить оттенок лица, придать у подбородка остроту и непосредственно изменить даже немножко цвет глаз, у нас будет светлее после покраски волос. Нам нужно определить уровень тона волос Луизы, чтобы покрасить их в тот цвет, который мы захотим. Определяем уровень тона волос. 4-0-шотен. Мы смотрим далее на качество волос и на волосы, какой краской ранее они красились. Если мы поднимем прядь, то мы видим у нас переход цветов. То есть здесь у нас более светлый тон, здесь более тёмный и снова более светлый тон. Нам нужно будет убрать вот эту вот границу, нужно будет затонировать пряди без аммиачной пенным красителем. Профессиональный краситель легче смыть, нежели чем краситель домашний. И всё-таки нашим дорогим люберчанкам я советую краситься в салонах. Если уже так случилось, что красимся дома, а сама, то выбираем профессиональный краситель. Ни в коем случае мы не красимся сами. Мы просим либо подругу, либо соседку, либо маму, потому что какая бы вы ни была, мне были суперпрофессионалы, даже я сам суперпрофессионал со стажем уже в 15 лет, никогда не смогу прокрасить себя настолько качественно и чётко, как это сделает другой человек. Мы сейчас нанесли нашу очаровательную луизе краску, без аммиаченную на корни 4.0, натуральный шатан. Выдерживаем 20 минут и смываем тёплой водой, шампунем и маской. Расскажу один рецепт, очень уникальный. Для этого нам потребуется любая жирная питательная маска для волос, где-то 3-4 грамма касторового масла и где-то 5 грамм масла пшеницы. Всё перемешиваем, моем голову, на влажные чистые волосы наносим всю маску, от корней до самых кончиков, расчёсываем и выдерживаем 25-30 минут, всё в зависимости от плотности волос. Если у вас волосы достаточно тонкие, то 25 минут, если густые и длинные, то 30 минут. Смываем просто водой и приступаем к укладке или сушки. Сейчас мы приступаем к работе калифорнийского мелирования по американской системе. Наверняка хороший стилист должен постоянно проходить какое-то обучение, повышение квалификации, курсы. Обязательно. Это нужно делать обязательно, потому что тогда стилист превращается в человека, который знает 20 лет тому назад учился химия, стрижка, и по сей день он предлагает людям одни и те же услуги, которые были актуальны 20 лет назад. Поэтому, естественно, мы двигаемся вперёд. Не только краски для волос, средства для волос. Вообще весь наш мир двигается вперёд. Поэтому нужно знать и быть в тренде, чтобы быть хорошим стилистом. Это необходимость. Как часто вы лично проходите такие курсы? Каждые три месяца. Роман, ну, состояние наших волос во многом зависит и от шампуня, который мы пользуемся. Посоветуйте, как его всё-таки выбрать правильно? Безусловно, есть такие случаи, когда мы пользуемся одним и тем же шампунем на протяжении долгих лет и обнаруживаем такие вещи, как перхоть или зуд или быстрое зажирнение кожи головы. Это соответствует тому, что шампунь обязательно нужно менять. А менять его нужно раз в два месяца. Что мужчинам, что женщинам. По поводу мужчин, которые переживают и мучаются с выпадением волос, нужно тоже обязательно касторовое масло, нужно в пищу принимать необходимые омега-3, обязательно белки, обязательно пшеницу, чтобы волосы были здоровыми и росли довольно-таки хорошо. Ещё один лайфхак, который действительно можно использовать и для укрепления волос, и для блеска. Покупаем обычные фильтры-пакеты, крапивы в аптеке, завариваем их в стакане, 350 мл, где-то 200 воды, 10 минут, пока собираемся или готовимся к чему-то, к выходу из дома, заваривается этот отвар, добавляем туда ещё 150 холодный, уже на чистые волосы, помытые шампунем, бальзамом. Мы просто ополаскиваем их в ванне, расчёсываем и всё оставляем именно на коже, на голове. Не смываем с волос, это действует как ополаскивать. Крапива не имеет ни вкуса, ни запаха. Мы выполнили наши калифорнийские пряди. Цвета шоколад. Оттонировали полностью волосы горячим шоколадом и покрасили волосы тёмным шатеном. У нас получился красивый, насыщенный шоколадный цвет с переливами и переходами цвета. Чтобы выйти из салона красоты красивой, обращайтесь только к проверенным мастерам, а я буду дальше помогать вам в поисках. Кстати, свои предложения и предпочтения по темам можете присылать на адрес электронной почты, который вы сейчас видите на своих экранах. А пока на этом у меня всё. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!